Беседа 17, 190, Матфея 5, 27. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Раскрыв во всей полноте первую заповедь и возведшая ее к высшему началу духовной жизни, спаситель в порядке постепенности переходит затем и ко второй заповеди, следуя и в этом случае порядку заповедей древнего закона. Но, быть может, кто скажет, что это не вторая, а третья заповедь. Да и самая заповедь не убей, не есть первая. Первая заповедь – Господь Бог твой, есть Господь единый. Ввиду этого можно спросить, почему спаситель начал свое учение не с этой заповеди? Итак, почему же? Потому что, если бы начал с первой заповеди, ему надежало бы ее раскрыть с большей полнотою, а следовательно пришлось бы говорить о себе самом. Между тем, предлагать подробное учение о себе самом было еще не время. Кроме того, до известного времени он предлагал только нравственное учение, желая своими наставлениями и своими чудесами наперед убедить слушателей, что он есть Сын Божий. В противном случае, если бы он, прежде чем преподать нравственное учение и совершить чудеса, сказал, вы слышали, что сказано было древним, «Я Господь Бог твой, и кроме меня нет другого Бога, а я говорю вам, что и мне должны воздавать такое же поклонение, как ему», то он всех бы заставил только смотреть на себя, как на беснующегося. И если и после его проповеди, и многих знамений называли его беснующимся, когда он говорил о своем благоравенстве и богоравенстве, даже прикровенно, то чего бы ни сказали, чего бы ни выдумали, если бы он в самом начале решился сказать что-либо о себе самом, как о Боге, между тем, сохранив учение о божестве своем до удобного времени, он тем самым для многих сделал это учение удобоприемлемым. Вот почему Спаситель теперь и умолчал о нем. Он сперва расположил к себе слушателей, знамениями и высочайшими нравственным учением, а потом уже и на словах открыто выразил его. Итак, теперь он открывает его мало-помалу, совершением знамений и самым образом учения. Предписывая заповеди и восполняя закон с божественной властью, он тем самым постепенно возводил внимательного и благоразумного слушателя и к уразумению догмата о божестве своем. Евангелист говорит, что слушатели дивились его учению, потому что он учил не как их книжники. Итак, начав с главных наших страстей, то есть гнева и пожелания, поскольку эти страсти сильнее в нас действуют и более других свойственны нам, Спаситель с великой властью, подобающей законодателю, исправил понятия о них и со всей точностью определил их сущность. В самом деле он не сказал, что только любодей наказывается, но что он сказал касательно убивающего, тоже говорит и здесь, назначая наказание и за любострастный взор, чтобы показать, в чем состоит превосходство его перед книжниками. Всякий, кто посмотрит на женщину, говорит он, с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Так что привык засматриваться на телесную красоту, уловлять прелестные взоры, услаждать таким зрелищем, свою душу и не сводить глаз с миловидных лиц, тот уже прелюбодействует. Христос пришел избавить от злых дел, не только тело, но еще более душу. Так как благодать Духа Святого мы принимаем в сердце, то Спаситель прежде всего его и очищает. Но как, скажешь, возможно освободиться от пожелания? Если только пожелаем, то очень возможно и его умертвить, и сделать недействительным. Впрочем, Христос запрещает здесь не всякое пожелание, но пожелание, рождающееся в нас от воззрения на жен. Кто любит смотреть на красивые лица, тот больше всего сам возжигает в себе пламя страсти. И делая душу пленницей страсти, скоро затем приступает и к совершению пожелания. Потому-то Христос и не сказал, кто с вожделением, чтобы прелюбодействовать, но кто посмотрит с вожделением. Когда он говорил о гневе, то делал некоторые ограничения, словом, суе и напрасно. А говоря о пожелании, не употребив подобного ограничения, но всецело воспретил пожелания. Хотя гнев и пожелания равны нам врожденных. Не без цели находятся в нас именно гнев для того, чтобы нам наказывать злых, исправлять беспорядочно ведущих себя, а пожелание для того, чтобы нам рождать детей и таким образом преемственно сохранять род наш. Итак, почему же Спаситель и здесь не употребил ограничения? Если углубим внимание, то и здесь найдем весьма большое ограничение. В самом деле, он не просто сказал, кто пожелает, потому что можно желать и сидя в горах, но кто посмотрит с вожделением, то есть кто сам воспламеняет в себе пожелания, кто без всякого принуждения вводит от природы, вводит этого зверя в спокойное свое сердце. Это же происходит не от природы, но от нерадения. Такое пожелание возбраняется в Бетхом Завете, когда и говорится, не смотри на чужую красоту. Серахов 9.8. Далее, чтобы кто не сказал, какая беда, если я посмотрю, но не буду увлечен страстью. Христос угрожает наказанием и за самое такое воззрение, чтобы ты слишком, надеясь на себя самого, не впал таким образом после в грех. Но великий ли грех, скажешь ты, если я посмотрю и пожелаю, но ничего худого не сделаю? Нет. И в этом случае ты равняешься с лебодеями. Так определил законодатель, и ты не должен более любопытствовать. Когда ты посмотришь так один, два, три раза, то, быть может, еще в состоянии будешь преодолеть страсть. Но если постоянно будешь делать и вожжешь пламя страсти, то непременно будешь побежден и вею. Потому что ты не выше природы человеческой. Потому, подобно как мы, видя дитя, держащее нож, хотя и без вреда для себя, наказываем его за это и запрещаем впредь прикасаться к нему. Так и Бог запрещает страстное воззрение еще прежде действительного преступления, чтобы нам когда-либо не впасть в самое преступление. Кто однажды вожжег себе страстное пламя, тот и в отсутствии виденной им женщины беспрестанно строит воображение образы постыдных дел, а от них часто переходит и к самому действию. Поэтому Христос запрещает и любодейное движение сердца. Итак, что скажут те, которые имеют у себя сожительницами девиц? Они по определению закона виновны в бесчисленном множестве прелюбодеяний, потому что ежедневно смотрят на них с вожделением. Потому-то и блаженный Иов положил себе главным законом никогда не позволять себе такого воззрения. Иов 31.1. Действительно, когда посмотришь на женщину, то уже труднее воздержать от наслаждения той, которую любишь. Притом удовольствие, получаемое нами от воззрения, не так велико, как велик вред, претерпеваемый нами от усиливающегося пожелания. Таким образом, мы сами усилием нашего противника, даем больше свободы дьяволу, так что оказывается уже не в состоянии отразить его, если впустим его внутрь себя и откроем для него свое сердце. Поэтому-то спаситель и говорит, не прелюбодействуй глазами, тогда не будешь прелюбодействовать и сердцем. Можно смотреть на женщины иначе, именно так, как смотрят целомудренные. Поэтому-то и спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только смотреть на них с вожделением. А если бы он не имел такого намерения, то сказал бы просто, кто посмотрит на жену, но он сказал не так, кто смотрит на нее с вожделением, то есть, кто взглянет для того, чтобы усладить взор свой. Не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты сделал их орудием прелюбодеяния, но для того, чтобы взирая на его творение, благоговел перед Творцом. Как можно гневаться в суе, так можно и смотреть в суе, именно когда смотришь с вожделением. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. Этого не воспрещает никакой закон. Если же ты будешь назирать чужую красоту, то оскорбишь и жену свою, отвращая от нее глаза свои и ту, на которую смотришь, так как касаешься ее вопреки закону. Пусть ты не коснулся ее рукою, но ты коснулся своими глазами. Вот почему и такой поступок признается прелюбодеянием. И прежде будущего мучения еще и в настоящей жизни повергает человека немалому наказанию. В самом деле вся внутренность наполняется беспокойством и смущением, поднимается великая буря, возникает ужасная болезнь и участь человека, претерпевающего все это, ничем не лучше участи пленных и заключенных в оковы. Притом нередко та, которая пускает смертоносную стрелу, удаляется от пораженного, а рана остается надолго или справедливее, не она поражает тебя стрелой, но ты сам наносишь себе смертельную рану, смотря любострастными очами. Притом нередко та, которая пускает смертоносную стрелу, удаляется от пораженного, а рана остается надолго. Или справедливее, не она поражает тебя стрелой, но ты сам наносишь себе смертельную рану, смотря любострастными очами. Говорю это для того, чтобы оправдать целомудренных женщин, но если кто из них украшает себя для того, чтобы привлечь на себя взоры встречных мужчин, такая женщина хотя бы никого не уязвила своей красотою, подвергнется величайшему наказанию. Она уже приготовила отраву, растворила яд, но только никому не успела поднести отравленные чаши, или вернее, она уже и подносила эту смертоносную чашу, но только не нашелся желающий выпить ее. Почему же, спросишь ты, Христос в словах своих не касается и женщин? Потому что везде он полагает общие законы, хотя, по-видимому, направляет их к одним мужчинам. Говоря в назидание главе, вместе с тем он дает наставление всему телу. Он знает, что муж и жена суть единое существо, почему нигде и не различает пола. Если хочешь послушать обличение касающиеся одних только женщин, то послушай Исаию, который всячески их порицает, осмеивая и вид их, и взгляд, и походку, и стелящиеся хитоны, и хигривый поступ, и сгибающиеся шеи. Исаия 3.16. Послушай также блаженного Павла, который предписывает им многие законы, и сильно обличает за одежды, за золотые украшения, за плетение волос, за изнеженность и тому подобное. Да и сам Христос в дальнейшей речи прекровенно высказал то же самое. Когда Он повелевает вырвать и отсечь то, что соблазняет нас, то этим показывает свой гнев против жен. Для того и присоединил. Если же правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его и бросит тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Такую заповедь Он дает для того, чтобы ты не сказал, почему же не посмотреть на женщину, если она моя родственница, или если заставляет смотреть на нее какая другая необходимость. Давая эту заповедь, Христос говорил не о членах, нет. Он нигде не осуждает плоть, но везде обвиняет развращенную волю. Не глаз твой смотрит, а ум и сердце. Когда душа наша бывает обращена на другие какие-либо предметы, тогда глаз часто не видит того, что находится перед ним. Следовательно, не все надо приписывать действию глазу. Если бы Христос говорил о членах, то сказал бы не об одном глазе, и при том не о правом только, но об обоих. Ведь если кто соблазняется правым глазом, тот без сомнения соблазняется и левым. Итак, почему же Спаситель упомянул только о правом глазе и о правой руке? Чтобы ты знал, что речь идет не о членах, но о людях, имеющих с нами тесную связь. Если ты кого-либо столько любишь, что полагаешься на него, как на правый свой глаз, или признаешь его настолько полезным для тебя, что считаешь его вместо правой руки своей, если он развращает твою душу, то ты и такого человека отсеки от себя. И замерзи силы выражения. Спаситель не сказал отстань, а говорит отсеки и брось от себя, желая указать на полное удаление. Далее, так как он предписал заповедь довольно строгую, то показывает и пользу ее в обеих отношениях, в отношении добра и в отношении зла. Ибо лучше, говорит, для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вверно в Генну. В самом деле, когда близкий тебе человек и себя самого не спасает, и тебя с собой губит, то какое бы человеколюбие было, обои вам погрязать в бездне погибели, тогда как, разлучившись друг от друга, по крайней мере, один из вас может спастись. Как же, скажешь, Павел, желал быть отлучен от Христа ради братья своих? Апостол желал этого не без пользы, но для того, чтобы другие спаслись, а здесь бывает вред для обоих, потому спаситель и не сказал только «возьми», но и «брось от себя», так, чтобы уже никогда не восстановлять связи с другом, если он останется таким же, как и прежде. Таким образом, ты его освободишь от большего осуждения и самого себя избавишь от погибели. Чтобы тебе и с ней видеть пользу такого закона, применим, если тебе угодно, сказанное для примера к телу. Если бы тебе предстояло необходимость избрать одно из двух, или, сохраняя глаз, быть вверженным в ров и там погибнуть, или, лишившись глаза, сохранить прочие члены тела, не согласился ли бы ты на последние условия? Это для всякого очевидно. Это не означало бы, что ты не жалеешь глаза, но что жалеешь все прочие члены, так же точно рассуждая о мужчинах и женщинах. И если друг твой, который вредит тебе, будет совершенно неизлечим, то он, будучи от тебя отсечен, и тебя освободит от всякого вреда и сам избавится от большего осуждения, поскольку он, помимо своих грехов, уже не будет подбежать от сведственности и за твою погибель. Видишь ли, какой кротостью и попечительностью исполнен закон Христов, и какое великое оказывается человеколюбие в мнимой его строгости? Да слышат это те, которые спешат на зрелище и ежедневно делают себя любодеями. Если закон повелевает нам отсекать от себя вредного друга, то какое могут иметь извинения те, которые на зрелищах ежедневно привлекают к себе совершенно незнакомых им и сами изобретают бесчисленные случаи к погибели? Итак, Спаситель не только не позволяет смотреть любострастными очами, но показав происходящий от этого вред, еще более усиливает закон, повелевая нам соблазняющий член вырывать или отсекать и бросать от себя прочь. И это законополагает тот, кто тысячу раз говорил о любви, чтобы в том и другом случае ты узнал, как велико попечение его о тебе и как он всюду ищет твоей пользы. Если правая твоя рука соблазняет тебя отсеки и бросит себя, сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть сдаст ей разводную, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. 195. К новому предмету спаситель переходит лишь после того, как раскроет во всей полноте предыдущее. Так и в данном случае. Он показывает нам еще другой вид прелюбодеяния. Какой же это? Был в Ветхом Завете закон, который всякому, кто не любит жену свою, по какой бы то ни было причине, не воспрещал отвергать ее и жениться вместо ее на другой. Впрочем, закон повелевал делать это не просто, а предписывал дать жене разводную, чтобы ей нельзя уже было опять возвращаться к мужу, чтобы сохранить таким образом по крайней мере вид брака. Если бы в законе такого повеления не было и было бы позволено одну жену отпустить и взять другую, а потом опять возвратить первую, то произошло бы великое смешение. Тогда все беспрестанно брали бы жен друг у друга, это было бы уже явным прелюбодеянием. Законодатель оказал немалое снисхождение, позволив давать разводную, но это было сделано для избежения другого гораздо большего зла. В самом деле, если бы закон принуждал держать жену и ненавистную, то ненавидевший легко мог бы убить ее, а народ иудейский на это был способен. Если иудеи не щадили своих детей, умершляли пророков и кровь проливали как воду, тем более они не пощадили бы жен. Поэтому законодатель допустил меньшее зло, чтобы пресечь большее. А что закон этот был не из числа первоначальных, послушай, как об этом говорит Христос. Моисей по жестокосердию вашему написал это. То есть, чтобы вы, удерживая у себя жен, не убивали их, но изгоняли бы от себя. Но так как спаситель воспрепил всякий гнев, запрещая не только убийство, но и всякое негодование без причины, то ему легко было теперь упомянуть о законе касательно развода. А приведя всегда слова, приводя слова Ветхого Завета, он показывает тем, что учит не противному, а согласному с ними, и только усиливает, а не не спровергает, исправляет, а не уничтожает древние учения. Заметь, опять, как он везде обращает речь к мужу, отпускающий жену свою, говорит, и берущий другую, дает ей повод прелюбодействовать. Первый хотя бы не взял другой жены, делается виновным через то, что заставляет жену свою прелюбодействовать, а другой становится прелюбодеем потому, что взял чужую. Не говори мне, что тот изгнал жену, потому что она изданная все-таки остается женою изгнанного. Далее, чтобы возложить всю вину на изгоняющего, не сделать через то жену более наглою, Христос заключил для нее двери ко вступлению в брак с другим говоря, и кто возьмет разведенную, тот прелюбодействует. Устраняя таким образом для отпущенной жены всякую возможность вступления в брак с другим мужем, Христос заставляет ее хотя бы против желания быть целомудренной, а тем самым лишает ее и возможности подавать мужу повод к малодушию. Знает, что ей безусловно необходимо или оставаться с мужем, который ей достался сначала, или по выходе из его дома лишиться всякого прибежища, она хотя бы и против воли, но должна будет любить своего мужа. Если спаситель прямо не говорит ей об этом, ты не должен дивиться, жена существо слабое. Поэтому-то, не говоря к ней, прямо Христос в угрозе относящейся к мужу, внушает и ей не быть легкомысленной. В этом случае он поступил точно так же, как если бы кто-нибудь, вместо того, чтобы укорять своего распутного сына, стал бы облегчать тех, которые делают его таковым, и запрещал бы им быть с ним и приближаться к нему. Если слова Христовы кажутся для тебя тягостными, то вспомни вышесказанное, где спаситель назвал блаженными слушающих, и ты увидишь, что исполнение этих слов очень возможно и удобно. Кроткий, миротворец, нищедухом и милостивый изгонит ли жену? Тот, кто примеряет других, будет ли сам питать вражду к своей жене? Кроме того, Христос еще и другим образом закон свой касательного развода соделал легким, именно позволить его только по одной причине, кроме вины прелюбодеяния. Но и в этом случае он имел цель и тоже целомудрие. В самом деле, если бы он позволил мужу удержать в своем доме и такую жену, которая жила со многими, то опять вышло бы прелюбодеяние. Видишь ли, как эти слова согласны с вышесказанными раньше. В самом деле, невзирающий на чужую жену любострастными глазами не учинит и блуда, а не учинивший блуда не подаст мужу случая удалить от себя свою жену. Вот почему Христос весьма строго ограничивает свободу мужа и внушает ему страх и представляет для него великую опасность, если он удалит жену свою, поскольку в этом случае он становится виною и ее прелюбодеяния. И чтобы ты выслушав слова «вырви око», не подумал, что это говорится о жене, Христос благовременно разрешил такое твое недоумение, позволяя разводиться с ней исключительно только по причине прелюбодеяния. Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий». Почему же Христос перешел дальше не к воровству, а к лжесвидетельству, пройдя молчанием заповедь касательно кражи, потому что вор иногда и клянется, а кто не клянется и не лжет, то тем более не захочет воровать. Таким образом, данную заповедь Христос не испровергает и воровство, потому что ложь рождается от воровства. Но что это значит? «Исполни клятвы твои пред Господом». Это значит, что в клятве ты должен говорить истину, а я говорю вам, не клянись вовсе. Потом, чтобы еще более отвратить слушателей от обыкновения «клясться Богом», Спаситель говорит «не клянитесь ни небом, ни землею, потому что она подножен к его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя». Говоря здесь словами пророков, Христос показывает, что он не противоречит древним. Древние имели обыкновение клясться то небом, то землею, то Иерусалимом. И в конце Евангелия показан один из случаев такой обычай клятвы. Далее обратим внимание на то, почему Господь возвышает указанные предметы. Он возвышает их не по собственной их природе, но по особенному отношению к ним самого Бога. Сообразно с нашим понятием. Так как тогда повсюду господствовало идолослужение, то чтобы указанные предметы не показали сами по себе достойными уважения, Спаситель и представил ту причину, о которой мы сказали, то есть выставил на вид славу Божию. Он не сказал, поскольку хорошо и велико небо, не сказал, поскольку полезна земля, но поскольку небо есть престол Божий, земля подножия, и таким образом своих слушателей повсюду побуждал к прославлению Господа. «Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Опять и здесь Христос запрещает клястье головою не по уважению к человеку, иначе бы и сам человек достоин был поклонения. Усвояя славу Богу, он показывает, что ты не властен над собою, а потому не имеешь власти клястье головою. Если никто не согласится отдать сына своего другому, то тем более Бог не уступит своего творения тебе. Хотя голова и твоя, но она есть собственность другого, и ты до такой степени не властен над ней, что не можешь сделать для нее и самого малейшего. Христос не сказал, что ты не можешь вырастить волоса, но что не можешь даже переменить его качество. Но как же быть, скажешь, что если кто-нибудь требует склятвы и даже принуждает к тому, страх к Богу если ты станешь представлять такие предлоги, то не сохранишь ни одной заповеди. Тогда ты об жене скажешь, что если она буйна и расточительна, что скажешь о правом глазе, а что если я люблю его и стану разжигаться, скажешь о любострастном воззрении, уже ли мне нельзя и смотреть, рано можешь сказать и о гневе на брата, что если я вспыльчив и не могу удерживать своего языка. Таким образом, тебе нетрудно будет поправить все вышесказанные заповеди. Между тем, касательно законов человеческих, ты никогда не смеешь представлять подобных предлогов и говорить, что если то-то или то-то, но воле или неволе а непременно повинуешься предписанию. При том, что касается рассматриваемой заповеди, то тебе может не представить всей необходимости когда-либо клясться. Кто вне олучения вышесказанных блаженствах и устроил себя так, как повелел Христос, того всякий будет считать достойным почтения и уважения, и никто не станет принуждать к клятве. Пихо 37. Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Итак, что означает лишнее против слов нет-нет, это означает клятву, а не клятва преступления. Всякому известно, никому нет нужды доказать, что клятва преступления происходит от неприязни, и не только излишнее дело, но и богопротивное, а клятва из дела излишнее и без нужды прибавляемое. И так скажешь, клятва была от лукавого, а если она от лукавого, то почему позволена была законом? То же самое ты можешь однако сказать и о жене, на каком основании ныне почитается любодеянием то, что прежде исхождение к приемлющим законам. Ведь и чтить Бога туком жертвы столь же недостойно его, как недостойно и философа пустословича. Ныне, когда добродетели возросли, отпущение жены вменяется в прелюбодеяние, и клятва признается от неприязни. А если бы законы касательно развода и клятвы сначала были законами дьявола, то они не были бы столь полезны и действительны. С другой стороны, если бы не предшествовали эти законы, то они так бы легко было принято и Христово учение о них. Итак, ныне, когда нужда в этих законах миновала, не ищи уже в них силы. Они нужны были при тогдашних обстоятельствах. Впрочем, ежели угодно, нужны и ныне. И ныне показывается их силой, особенно тем самым, что они лишаются у нас своего значения. То, что они ныне представляются таковыми, служит для них величайшей похвалою. Они, конечно, не показались бы нам таковыми, если бы не воспитали нас надлежащим образом и не сделали способными к принятию высших законов. Сосы, когда исполнят свое дело и младенец сделается способным вкушать более совершенную пищу, делается уже бесполезными. И родители, которые прежде почитали сосы необходимыми для своего младенца, делают их предметом шуток. А многие не только шутят, но и намазывают их каким-нибудь горьким веществом, чтобы, если словами не могут отучить от них младенца, то же самым делом уничтожить в нем расположение к сосам. 199. Так и Христос, когда сказал, что клятва происходит от неприязни, то сказал не потому, будто древний закон произошел от дьявола, но чтобы сильнее отвлечь слушателей от древнего несовершенства. Так он говорил своим ученикам. А что касается до бесчувственных иудеев, нераскаянных пребывающих в своем прежнем нечестии, со страхом пленения, как бы некоторой горе, еще окружив их город и Иерусалим, он сделал его для них недоступным. Но так как это не могло обуздать их, и они опять, подобно детям, стремящимся к сосам, желали видеть этот город, то Бог наконец сокрыл его от очей их, разрушив его и большинство из них удалив от него, подобно как удалять тельцов от матерей отстать от прежней привычки к материнскому молоку. Если бы древний закон был от дьявола, он не отвлекал бы от идола служения, но напротив приводил бы и повергал бы в него, потому что этого желал дьявол. Но мы видим, что древний закон производил противное. И самое клятво в Ветхом Завете потому законено, чтобы не клялись идолами. Клянитесь, говорит пророк, истинным Богом. Иеремия 4.2 Итак, древний закон о клятве предоставил людям немалое, но весьма великое благо. Назначение его состояло в том, чтобы они перешли к твердой пище. Так значит, скажешь ты, клятва не от злого? Нет. И весьма даже от злого, но только ныне, когда открыта нам самая высокая мудрость, а не тогда. Но как может быть, скажешь ты, однако, и то же то хорошим, то нехорошим? А я наоборот скажу. Как одно и то же не может быть хорошим и нехорошим, когда это неопровержимо доказывает все дела, искусство, плоды и все прочее. Смотри, как это возможно. Прежде всего в отношении к нам самим. Например, быть носимым на руках в первом возрасте хорошо, а после вредно. Питаться разжеванной пищей младенчестве хорошо, а после отвратительно. Питаться молоком и прибегать к сосам вначале полезно и спасительно, а после вредно и опасно. Видишь ли, как одно и то же смотри по времени хорошо, а после представляется не таковым. Носить детскую одежду отроку хорошо, а мужу неприлично. Хочешь ли знать и с противной стороны как-то, что мужу прилично, отроку неприлично? Одень отрока в одежде человека возрастного. Будет и смешно, и опасно для него ходить, потому что он часто будет запутываться. Поручи ему производство гражданских дел, поручи торговлю, заставь все и тижать, опять будет очень смешно. И что я говорю об этом? Самое убийство, всеми признаваемое за изобретение лукавого, будучи совершено в приличное время, сделало Финиеса, учинившего его достойным в степени священнической. Число 25. А что убийство из дела дьявола, то послушай, что говорит сам Спаситель. Вы дела са вашего желаете делать, ибо он есть человекоубийца от начала, но Финиес был человекоубийцей, изменилось это ему в праведность, говорит Писание Салом 105.31. А Авраам был не только человекоубийцей, но, что еще хуже, детоубийцей, и тем самым больше всего благоугодил Богу. Равным образом и Петр учинил двойное убийство, и однако было это делом духовным, Деяние 5. Итак, не станем просто судить о делах, но будем тщательно вникать во время, причину, намерения в различии лиц, и во все другие обстоятельства, иначе нельзя дойти до истины. Если хотим достигнуть царствия, то должны стараться показать что-нибудь большее против ветхозаветных заповедей, а иначе нельзя получить небесных благ. Если мы достигнем только в меру возраста ветхозаветных, то будем стоять вне врат царствия. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, говорит Господь, не можете в эти царствия небесные. И однако есть люди, которые при такой угрозе не только не превосходят древней правды, но даже и ее не имеют. Они не только не избегают клятв, но и приступают пих. Не только не остерегаются любострастного взгляда, но совершают и самые гнусные действия и безумно попирают все прочие заповеди, дожидаясь только одного дня мучения, чтобы понести тогда жесточайшее наказание за свои преступления. Такова только и может быть участь тех, которые окончили жизнь свою в нечестии. Им нужно оставить всякие надежды на спасение и не ждать ничего, кроме наказания, потому что только находящиеся еще здесь удобно могут и вступить в борьбу и победить и увенчать 201. Итак, не ослабевай человек и не упраздняй доброго расположения. То, что повелевается тебе, не тягостно. Скажи мне, какой труд избегать клятвы? Разве нужна тут трата денег? Разве требуются великие усилия и изнурения? Стоит только захотеть и все сделано. Если же кто-нибудь представит мне в оправдание привычку, то я скажу тому, что по этому самому и легко исполнить заповедь. Если ты приобретешь себе другую привычку, этим все и кончишь. Вспомни, для примера, многих еленов, как одни из них, будучи заиками при усиленном старании, исправили недостаток в своем языке, а другие стали от привычки постоянно поднимать и дергать беспорядочным плечами, приставляя к ним сверху меч. Если вы не убеждаетесь писанием, то я вынужден стыду вашему убеждать вас примером язычников. Так и Бог поступал с иудеями, говоря, придите на острова хитим, их кедар, пошлите, и увидите, изменяли ли те народы своим богам, которые суть не боги Иеремия 2.10. А часто посылает их даже бессловесным тварям, например, говоря, иди к муравью, о ленивец, и поревнуй путям его, пойди к пчеле, притча 6.6. Так и я теперь скажу вам. Представьте философов языческих, и тогда узнаете, какого достойны наказания те, которые приступают божественные законы. Те ради людского уважения употребляли бесчисленные труды, а вы даже о небесных благах не хотите приложить такого же тщания. Если же и после этого ты скажешь, что привычка сильна, она может обмануть и самых осторожных, то хотя я и согласен с этим, но вместе с тем скажу и то, что привычка так же легко может быть исправлена, как легко может вводить в обман. Если поставишь над собой дома многих страж, например, жену, раба, друга, то всеми побуждаем мы и поощряем мы легко отстанешь от худой привычки. Если займешься этим хоть только 10 дней, то тебе более будет и не нужно. Все счастливо совершится и устроится у тебя. Добрая привычка опять твердо укоренится в тебе. И так, когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы раз, хотя бы два, три раза, хотя бы двадцать раз приступил закон, не отчаивайся. Вставай и принимайся опять за тот же труд, и непременно останешься победителем. Клятва преступления есть немаловажное зло. Если и клятва происходит от злого, то какого наказания будет достойно клятва преступления? Вы хвалите мною сказанное, но мне не нужны ваши рукоплескания, громкие отзывы и похвалы. Я желаю одного только, чтобы вы с безмолвием и разумением слушая исполняли слова мои. Это заменяет для меня всякое ваше рукоплескание и всякую вашу похвалу. Если же ты хвалишь сказанное, а не исполняешь того, что хвалишь, то тебе это служит к тягчайшему наказанию и большему осуждению, а нам к стыду и посмеянию. Здесь не театр, здесь вы смотрите не актеров, чтобы только рукоплескать. Здесь училище духовное, потому об одном только и должно стараться, чтобы исполнить сказанное и делами доказать повиновение. Тогда я все получу от вас, а теперь я почти принужден в вас отчаиваться. Я частным образом приходящих ко мне не переставал увещевать в том, о чем говорю теперь. И в общем собрании непрестанно об этом беседовал с вами. И однако не вижу никакого плода. Вы все еще держитесь только первых начал, а это может привести учащего в великое уныние. Посмотри, как и Павел скорбел от того, что его слушатели долгое время оставались на низшей степени учения. Судя по времени, вам надлежит быть учителями, говорил он, а вас нужно снова учить началом Слова Божия. Потому и плачу я, и сердечно болезную, и если еще увижу вас неуспевающими, то запрещу вам, наконец, и приступать к этим священным вратам и приобщаться без смертных тайн, подобно блудникам, прелюбодеям и обвиняемым в убийствах. Лучше ведь двумя или тремя хранящими закон Божий возносить обычные молитвы, нежели собирать множество беззаконников, которые развращают других. Уй, же не гордиться, пусть не надмевается здесь ни один богач, ни один вельможа. Все это для меня басни, тень и сновидения. Там за гробом нынешний богач не защитит меня, когда я буду обвиняем и принуждаем давать отчет. Почему не с надлежащей ревностью защищал законы Божии? Это то именно погубило из знаменитого старства первого священника Илия, хотя он сам вел жизнь безукоризненную. Тем не менее, вместе с детьми своими потерпел страшное наказание за то, что не брег о попираемых законах Божиих. Если родственники родственные узы не могли освободить от вины, если даже отец, который не с надлежащей строгостью поступал со своими детьми, подвергся столь тяжкой казни, то какое будем иметь извинение мы, которые, будучи свободны от таких уст, портим все своим послаблением. Итак, чтобы не погубить вам и меня и себя, то прошу вас, послушайтесь моего наставления и приставим к себе многих наблюдателей и советников, оставьте привычку к клятвам, чтобы вы, начавши с этого, могли упражняться с полным успехом у других добродетелей и насладились будущими благами, которые всем мы досподобимся получить благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.